Грузинские олимпийцы начали бить рекорды еще по дороге в Рио. Впервые в истории Олимпийских игр на одних и тех же соревнованиях и в одной дисциплине выступят мать и сын. Это Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани, мастера по спортивной стрельбе. Для Салуквадзе это уже восьмые игры, а вот ее 18-летний сын готовится к дебюту. Это мечта моего отца и тренера Вахтанга Салуквадзе. Его внук пошел по стопам семьи. Это первый случай в истории Олимпийских игр, когда мать и сын выступают вместе. В какой-то степени это будет сложным для меня, ведь мне впервые придется выступать с Нино. И как со своим тренером, и как с матерью. Еще один безусловный рекорд грузинской сборной – это ее численный состав. На этот раз в летних Олимпийских играх примут участие 39 спортсменов из Грузии, из них 9 женщин. До того самая многочисленная грузинская команда была представлена в австралийском Сиднее в 2000 году. Тогда под флагом страны выступили 36 атлетов. Мы смогли добиться этого. Благодаря общим усилиям мы на этот раз получили больше лицензии. Чем больше олимпийцев отправятся на игры, тем выше вероятность получить больше медалей. Верю, что эта Олимпиада будет особенной. Всего грузинские атлеты выступят в 13 дисциплинах. Однако лидирующие позиции традиционно остаются за борцами. За медали подзюдо, вольной и греко-римской борьбе сразятся 19 спортсменов, то есть половина сборной. Знаменосец команды – неоднократный чемпион мира подзюдо Автандил Чирикишвили. Церемония проводов грузинских спортсменов в Рио-де-Жанейро прошла в Олимпийской деревне Тбилиси. С напутствиями выступили первые лица государства. Весь мир будет смотреть на вас и слушать гимн Грузии. Я уверен, что на этой Олимпиаде он прозвучит не раз. Знаете, что мы все смотрим на вас, надеемся на вас, и ваши успехи наполнят сердца миллионов грузин ликованием. Ликование болельщиков – между тем не единственный стимул к победе для спортсменов. Национальный олимпийский комитет Грузии объявил, что на премиальный для атлетов государство выделило 3 миллиона 800 тысяч лари. Это более полутора миллионов долларов США. Так, олимпийский чемпион получит 170 тысяч лари, серебряный призер – 102 тысячи, а бронзовый станет обладателем 68 тысяч лари. Кроме того, в зависимости от результатов, показанных в Рио конкретными спортсменами, им будут увеличены премии на всех последующих спортивных соревнованиях до конца 2016 года. С Виатом Чедлишвили специально для настоящего времени Грузия отбились.